Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, дорогие друзья, дамы и господа. В первую очередь хотел бы поприветствовать президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, также сопровождающих его лиц в Азербайджане. Добро пожаловать. Мы вам всегда очень рады. И сегодняшнее участие президентов России и Азербайджана в работе Межрегионального форума свидетельство того, какое большое значение мы придаем деятельности этого форума. Это девятый форум, в следующем году будет юбилейный. Мы рады, что первый форум в 2010 году был проведен в Азербайджане. Тем самым был дан толчок очень активному межрегиональному сотрудничеству. И то, как заполнил сегодня этот зал, вмещающий тысячи человек, говорит о том, какой большой интерес существует к работе этого форума. С Владимиром Владимировичем мы встречаемся регулярно. Не так давно, в начале сентября, я совершил официальный визит в Российскую Федерацию. Мы провели очень плодотворные переговоры, очень обстоятельный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня. И то, что меньше, чем через месяц президент России находится в Азербайджане, яркое свидетельство того уровня отношения, который между нами существует. В рамках моего визита было подписано 16 документов, которые охватывают многие сферы деятельности и которые будут предопределять на многие годы вперед поступательное развитие наших отношений. Также должен отметить, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в последние 5 лет четвертый раз посещает Азербайджан. Я также регулярно совершаю визиты в Россию, и это также является ярким свидетельством нашего партнерства, дружественных, добрососедских отношений между нашими странами. Что касается торгово-экономических связей, то мы видим динамику роста, она очень впечатляет, это поступательная динамика и в прошлом году, и в этом году товарооборот растет. Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и партнером номер один по экспорту наших товаров нефтяной сферы. Также осуществляются проекты, связанные с взаимными инвестициями, и здесь тоже мы видим позитивную динамику, очень прочные связи в энергетической сфере, в нефтегазовой сфере. Мы в рамках моего официального визита в Российскую Федерацию подписали важный документ, договор между компанией Роснефть и Сокар по сотрудничеству в нефтяной сфере. Также в Азербайджане более 20 лет успешно работает и является важным инвестором для нас компания «Лукойл». В сфере электроэнергетики наши энергосистемы работают в параллельном режиме. Мы обсуждали в рамках моего сентябрьского визита вопросы, связанные со строительством второй очереди высоковольтной линии электропередач, которая бы позволила еще больше наладить энергообмен, а также расширить сотрудничество с третьими странами в этой сфере. Мы очень активно сотрудничаем в транспортной сфере. Проект «Север-Юг», который мы совместно реализовываем, уже приносит свои результаты. В этом году, по сравнению с прошлым году, мы видим более чем стократное увеличение транспортировки грузов по этому коридору, и это только начало. Мы рассчитываем, что этот коридор станет одной из важнейших транспортных артерий Евразии, и тем самым еще больше будет способствовать сближению между нашими странами и увеличивать наш транзитный потенциал. Также хотел бы отметить, что только азербайджанская национальная авиакомпания совершает более 50 рейсов в неделю в различные города России. Если добавить еще и российских авиаперевозчиков, мы увидим также интенсивность того, как общаются между собой наши граждане, и интенсивность наших связей. В туристической сфере также мы видим очень значительный рост посещения Азербайджана со стороны граждан России. За неполные 9 месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен, что эта цифра также в будущем будет расти. В банковской сфере очень хорошие перспективы и уже сотрудничество. В Азербайджане действует такой крупный российский банк, как ВТБ. Кстати, Азербайджан является крупнейшим иностранным акционером этого банка. Также Газпромбанк профилансировал относительно недавно крупнейший промышленный проект Азербайджана стоимостью более 400 миллионов долларов. То есть это все важные элементы нашего сотрудничества. Относительно новой сферой сотрудничества является автомобилестроение. В Азербайджане уже выпускаются автомобили КАМАЗ, автомобили Урал. Уже сотни этих автомобилей сошло с конвейера. А также достигнута договоренность о производстве автомобилей ГАЗ тоже в нашей стране. То есть по всем направлениям мы видим очень эффективную динамику. И все это подчеркивает и дух, и характер наших отношений. Конечно же, в основе наших отношений лежат наши исторические связи, культурные связи, близость наших народов. И, конечно, мы совместно очень активно работаем над развитием гуманитарных связей. В следующем месяце в Баку будет проходить очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Этот международный форум уже превратился в важнейшую глобальную площадку для обсуждения вопросов гуманитарного характера, межкультурного диалога, межкомфессиональных отношений. В Азербайджане действует 341 школа с обучением на русском языке. Действуют два филиала ведущих российских вузов МГУ и Медицинской академии имени Сечного. В культурной сфере также очень активное взаимодействие. То есть очень много можно говорить о российско-азербайджанском отношении. Просто из-за того, что мы имеем формат сегодняшнего форума, невозможно охватить все. Но мы нацелены на дальнейшее активное развитие отношений. Также, думаю, немаловажным шагом в деле дальнейшего нашего сотрудничества будет и планируемое на следующий год открытие азербайджанского павильона на ВДНХ. Это историческое здание было азербайджанским павильоном в середине прошлого века. И мы восстанавливаем его и будем присутствовать и демонстрировать наши достижения на важнейшей такой, я думаю, считаю, международной выставочной площадке. С российскими регионами у нас тоже очень честное отношение. Около 20 субъектов Российской Федерации с Азербайджаном имеют соответствующие соглашения. Мы открываем торговые представительства в регионах, также и российские регионы в Азербайджане. То есть я уверен в том, что межрегиональное сотрудничество будет органично дополнять весь комплекс отношений дружественных, добрососедских, которые наши страны связывают. Я хотел бы выразить благодарность президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что он сегодня находится в Азербайджане. Для нас это очень ценно. Мы рассматриваем это как знак дружбы, как знак уважения к нашей стране. И, конечно, то, что мы сегодня выступаем перед вами, подчеркивает значимость той работы, которую вы проводите. Я желаю форуму успехов и дальнейших достижений на благо процветания наших стран и народов. Спасибо. Уважаемый Ильхам Гигидарович, друзья, дамы и господа, я также, как президент Азербайджана, хочу выразить удовлетворение тем, что у нас есть возможность сегодня сказать несколько слов столь представительной аудитории. Девятый межрегиональный форум, это, в общем, говорит о том, что все эти годы предыдущие мы не просто не теряли времени даром, а мы активно работали, причём по всем направлениям, и это даёт свои результаты. Я некоторые вещи повторю, некоторые напомню дополнительно, но во всяком случае вот в этом зале собрались и представители и науки, и творческой интеллигенции, и представители бизнеса, и политики, и всё это вместе даёт такой хороший результат, на гора выдаёт. Отмечу, что межрегиональные связи являются важнейшей составляющей в наших межгосударственных отношениях. С регионами Азербайджана тесно работают порядка 70 регионов Российской Федерации. И лидером здесь, безусловно, является Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но не только, но и Ставрополь, Краснодарский край, Астраханская область, Нижегородская, Челябинская область, Волгоградская, Саратовская, Свердловская. В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его. В ходе недавних переговоров в Сочи, о чём президент Азербайджана только что сказал, мы подписали целый ряд документов, соглашений, которые, безусловно, создают дополнительную базу, нормативную базу для дальнейшего строительства наших межгосударственных связей. Отмечу, что на азербайджанском рынке уже сейчас действует порядка 700 совместных компаний с российским участием, а общий объём прямых российских инвестиций в республику составляет более полутора миллиардов долларов. Большую помощь в налаживании взаимовыгодных бизнес-контактов оказывает и российско-азербайджанский деловой совет. Только в прошлом году он поддержал 42 совместных проекта на общую сумму около полумиллиарда долларов. Успешно работают в Азербайджане российские энергетические корпорации. Вот уже было сказано об этом. Компания «Роснефть» совместно с госкорпорацией Азербайджана в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения «Гошадаш». Около 4 миллиардов долларов инвестировала в энергетические проекты в Азербайджане. «Лукоил», о котором здесь тоже было сказано. А «Транснефть», наша ведущая монополия по транспортировке нефти, обеспечивает надёжный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск. Мы видим хорошие возможности для углубления кооперации в автомобилестроении. Тоже об этом говорили сегодня уже. КАМАЗ начал работу. Там уже осуществляется техническая сборка и обслуживание автомобилей. «АвтоВАЗ» создал во всех регионах Азербайджана широкую розничную сеть по продаже автомобилей «Лада». Более 40 отделений создано в республике. В свою очередь инвесторы из Азербайджана участвуют в строительстве в России сельхозобъектов. В их числе, например, тепличный комплекс в Нижегородской области. Инвестиции составили более миллиарда рублей. А также совместные предприятия по выпуску продуктов питания в Краснодарском крае. В 2017 году заметно на почти 12% выросли поставки азербайджанской сельхозпродукции в Россию. Это общий объём, так, на минуточку, полмиллиарда долларов. Наши партнёры проявляют повышенный интерес к этой сфере. Свидетельство тому участия более 30 азербайджанских компаний в международной продовольственной выставке в Москве в сентябре, вот как раз 17-20 сентября. Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. В частности, идёт создание международного транспортного коридора «Север-Юг». Это Иран, Азербайджан, Россия, который призван сблизить европейские и азиатские рынки. В рамках этой масштабной, действительно масштабной большой работы и инициативы строители наших стран возводят новый мост на реке Самур с пропускной способностью более 37 тысяч машин в сутки. Новые возможности для взаимовыгодной кооперации между нашими государствами открыла и конвенция о статусе Каспийского моря. Это, безусловно, прорывное решение, безусловно, там ещё многое нужно сделать для того, чтобы всё работало, чтобы добиться полномасштабной имплементации, но уже состоявшиеся подписания, состоявшиеся документы уже создают нам хорошую базу для сотрудничества в Каспийском регионе. Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе. Прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа, экологии и, безусловно, сохранения биоресурсов и биоразнообразия Каспия. Интенсивно развиваются двусторонние контакты в области туризма. В Иссентуках, благодаря, кстати говоря, азербайджанским предпринимателям, построен санаторно-курортный центр. В Железноводске возводится гостиничный комплекс. Планируем также совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию. И, конечно, особое значение с российской и с азербайджанской сторон придаётся расширению гуманитарного сотрудничества. Президент Азербайджана сейчас только что об этом тоже сказал. В Баку, как сейчас только что прозвучало, работают два филиала наших крупнейших вузов – МГУ и Сеченова. Растёт число научных и студенческих обменов. Ростовский университет путей сообщения, Астраханский университет разрабатывают совместные с азербайджанскими партнёрами программы по подготовке высокопрофессиональных кадров, прежде всего по экономическим специальностям. Мы, безусловно, намерены и дальше всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, в культуре, в науке. Я особо отмечу, мы вот и в Сочи об этом с президентом говорили, мы это видим, и мы высоко это оцениваем, интерес к русскому языку. И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, муниципалитетов, в городах. Мы это видим всё. Вот эти триста с лишним школ, о которых президент сказал, это, конечно, база. Но самая главная база – это вот сердца, в головах людей. Это явное стремление к сотрудничеству, к поддержанию и развитию контактов. Уважаемые друзья и коллеги, я затронул лишь некоторые направления взаимодействия наших стран, в которых активно участвуют российские и азербайджанские регионы. Возможности для сотрудничества действительно очень широкие. Причём определяете конкретные направления нашего взаимодействия на региональном уровне, прежде всего вы, те, кто собрались в этом зале, и ваши коллеги на местах. И я, безусловно, хочу вам пожелать всяческих успехов в этой работе. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ ИГРАИТworth